В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Выпало из окна во время пожара и разбилось. Сегодня утром на героев обороны Одессы на глазах у прохожих женщина пыталась спастись от огня и погибла. Квартиру на последнем девятом этаже погибшая сняла накануне, когда произошло возгорание. Жилплощадь наполнилась дымом. Дышать было нечем. Женщина бросилась к окну, но не удержалась и сорвалась вниз. Травмы, полученные несчастные при падении, оказались смертельными. По данным специалиста, возгорание началось от подушки. Ее спасатели нашли у входной двери. Недавняя волна торговой может стать не последним. Дом на Нежинской, 24, уже более 30 лет в аварийном состоянии. Несущие стены вместе с квартирами трещат. Разломы частично заделывают, но вновь появляются новые. А недавно на чердаке владельцы одной из квартир решили построить мансарду прямо на месте, где уже давно зияют огромные разломы в стенах. Жители такой инициативе не рады. Они обратились в полицию, но если стройка не прекратится, готовы к более решительным действиям. Подробности конфликта знает наш корреспондент Юлиан Аксенов. Нежинская, 24. Типичный старый дом, в котором сменилось не одно поколение одесситов, но сейчас памятник архитектуры под угрозой разрушения. Ясно объясняет ситуацию. Дом аварийный с 1988 года. Несущие стены постоянно трещат, а вот так эти трещины выглядят изнутри. Несмотря на это, владелец квартиры на третьем этаже запланировал пристройку на чердаке. Прямо там, где трещины самые большие. Если хоть чуть-чуть утяжелится крыша над верхним этажом, дом рухнет, так как рухнул на торговой 20. Поэтому мы стараемся сейчас остановить эти вероломные незаконные работы. Эти люди говорят о том, что у них есть разрешение на все. По сейчас они разрешение нам не показали. В момент у приезда журналистов и полиции рабочие вместе с прорабом уехали, побросав стройматериалы. Что конкретно планируется возвести, никто толком сказать не может. Жалуются местные. Ранее прораб сообщил, что им нужно поднять крышу. Новый уровень высоты смутил людей. Тогда же прораб объяснял жильцам, что рабочим нужно зашить трещины на крыше, чтобы не заливало потолок. Вы с той стороны на дворе были? Да, были. Видели вы эти трещины? Да. Мы хотели с трещиной зашить, потому что их не расшили. А чего сюда поднимаете, с этой стороны? А с той стороны кто туда залезет? А какие-то разрешительные документы новые у вас появились? Покажите их, пожалуйста. Ребята, вот это все сюда внушили. Документы прораб показать не смог. Сказал, что они у хозяина квартиры, в том числе необходимые согласования. В то же время в ЖКС говорят, что разрешение есть только на реконструкцию квартиры. Чиновники заверили местных, что работы прекращены и строители уберут все лишнее. Что есть из документов? Декларация на реконструкцию квартиры. Это получается только внутри? Да. А сейчас вы были наверху на... Ничего там не производится, никаких работ. Только вывозили мусор? Ничего не поднималось? Нет, там есть два мешка, но они сейчас уберут. Я не знаю, для чего. Одни говорят, ну там есть трещины как бы большие, то есть дом был раньше аварийный. То есть и они хотят замазать щели прямо над квартирой, потому что там попадает дождь, чем их из щели. Такие работы разрешено проводить без документов? Нет, ничего никто не производит. Я же не говорю, что мы запретили, вручили подписание, то есть на данный момент они никого нет. Поднимаемся с местными на чердак, туда, где и развернулась стройплощадка. Прямо на крыше рабочие соорудили лебедку и с ее помощью поднимают цемент наверх. Вот так выглядит чердак аварийного памятника архитектуры. Он настолько захламлен, что кажется, все поколения, живущие здесь, сносили сюда мусор. Но самое главное, деревянные балки перекрытия крыши старые, вот-вот превратятся в труху. И вот среди всего этого начались далеко не скромные строительные работы. Это часть мусора, которая вынесена была вот с их территории, вот которая вот там находится, вот та территория на квартиры. И все остальное вот в таком печальном состоянии, которое они должны были вынести. И как они обещали, чтобы просто почистить чердак. Этот мусор, который они сгребали вот на наши квартиры, это тоже их часть. Чтобы вынести, типа, чтобы очищить чердак. Но эти люди нас обманули. Вместо обещанной уборки, рабочие просто очистили площадку под будущее строительство, которое может обрушить и без того ветхий чердак, а с ним и стены. Опасается женщина. Пока же местным удалось работы остановить и сообщить о происходящем в полицию. Но намекают, что готовы и к более активным действиям. Мы пошли по всем инстанциям и заносят документы, то есть заявления о том, чтобы прекратить работы, которые производятся на чердаке. Наши действия какие? В данный момент мы вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт появления на чердаке посторонних людей. Если у них нет разрешения на строительство, значит допуск мы будем вынуждены блокировать. Это наше жилье, мы боимся остаться на улице. Поэтому в данный момент, конечно же, мы будем закрывать помещение. Я не знаю, что мы будем делать, но мы будем стараться закрыть помещение. Захламленный чердак должен убирать ЖЭК. Ему за это и платим, говорят местные. А проблему трещин простым стягиванием металлическими рамками не решить. Люди требуют от города обратить внимание на свой дом, чтобы обвалы в Одессе не стали печальной традицией. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Спасатели еще раз проверили завалы на Торговый 20, чтобы убедиться, что под ними нет людей. Напомню, накануне установили местонахождение всех жителей по этому адресу. Также сотрудники ГСЧС продолжили мероприятие по ликвидации обрушения четырехэтажного здания. В частности, они демонтировали шейфер с полуразрушенной кровлей, разрезали деревянные обрешетки и обвалили остатки аварийных третьего и второго этажей со стороны торговой. Также стало известно, что спасатели начали вывозить обрушившиеся конструкции дома с территории котлована, который вырыли на месте бывшей советской бани. Напомню, что соседнее строительство по предварительной версии следствия и стало причиной аварии. Несколько смертельных ДТП произошли в Одесской области за последние сутки. В районе Великодолинского в аварию попали родители девушки, которая выжила в автокатастрофе на трассе Одесса. Авидиополь в сентябре прошлого года, когда погибли 9 пассажиров. По неприятному стечению обстоятельств супруги направлялись на очередное судебное заседание. По этому делу в Авидиополе попали в ДТП примерно в том же месте. В боковую часть «Жигулей» врезался грузовик «Ман», который выехал на встречную полосу. Водитель легковушки погиб на месте, его супруга отделалась незначительными травмами. Шофера грузовика доставили в больницу. Еще одна жуткая авария произошла в районе Фонтанки. Погиб 10-летний мальчик. Малыш был пассажиром мопеда, которым управлял его отец. По непонятным причинам мужчина выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с «Жигулями». Сейчас водитель мопеда в реанимации. Его кровь взяли на экспертизу, чтобы проверить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. А уже в среду днем на Черноморского казачества маршрутка сбила насмерть 50-летнего мужчину. По информации полиции, водитель выехал на пешеходный переход, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Из понедельника 25 мая в Одессе откроются детские сады. Об этом заявил замминистра здравоохранения главный санитарный врач Виктор Лешко. Подтвердил эту информацию на сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Возобновление работы дошкольных учреждений предусмотрено вторым этапом выхода из карантина. Как они будут работать в новом режиме на 100% неизвестно. В городском департаменте образования уже готовятся к работе садов в особых условиях. Предложение у нас все-таки открыть дежурные группы. Мы не будем открывать все дошкольные учреждения. Во-первых, это летний оздоровительный период. У нас традиционно приходит 30-35% всех наших воспитанников. Дети уезжают у бабушек. И думаю, что этот год не будет исключением. И тут у нас будет совместная работа. Мы уже обсудили с Еленой Александровной. Детей мы будем принимать только со справками от семейных врачей. О благополучном эпид-окружении. Потому что боимся внести инфекцию в детские коллективы тоже. Ну и, конечно, совместная работа будет с Госпотребслужбой. Это анализ территорий, площадок и так далее. Но то, что мы традиционно делаем к летнему оздоровлению. Так что мы готовимся. А режим будет особенный. Сокращенный с дежурными группами. Напомню, Минздрав опубликовал предварительные правила работы детских садов в условиях карантина. Сотрудники дошкольных учреждений должны встречать утром воспитанников во дворе, а не в помещении. Забирая детей после занятий, родители тоже должны ждать на улице. Многоразовые полотенца, мягкие игрушки и ворсистые ковры запрещены. А игры, которые предусматривают физический контакт и сенсорные занятия, будут ограничены. Каждые 4 часа детям нужно измерять температуру. Если она повышается до 37-2, ребенка изолируют и сообщают родителям и врачам. Каждые 2 часа в помещении детского сада обязаны проводить дезинфекцию. А после окончания занятий – влажную уборку. Аттракционы в парке Шевченко тоже активно готовятся принимать посетителей. А некоторые качели уже вовсю катают взрослых и детей. Решение об их открытии, вопреки карантину, приняло руководство «Лунапарка», ссылаясь на выполнение всех эпидемиологических мероприятий. Как одесский «Лунапарк» готовится к летнему сезону, увидела Светлана Довжук. «Лунапарк» в парке Шевченко понемногу возвращается к привычному ритму жизни и готовится катать одесситов с ветерком. Но несмотря на то, что парк аттракционов не входит в перечень разрешенных к открытию объектов, подготовка идет полным ходом. Проводится генеральная уборка, расконсервация аттракционов и наносится разметка для соблюдения дистанции между отдыхающими. Посетителей пока немного, но большая часть аттракционов уже работает. Также заработали и кафе на территории парка. Когда вы уже открылись? Неделю назад. Были посетители первые? Да. Достаточно много или как? Нет, немного, да я сказал мало, пока что. Никаких официальных разрешений на работу развлекательных аттракционов одесская мэрия не давала. Их работу регламентирует постановление правительства, а контролировать соблюдение правил карантина должна полиция. Чтобы соответствовать карантинному режиму, перед аттракционами нанесли разметку для соблюдения дистанции и разместили дезинфицирующие средства. Желающих покататься пока немного. Скорее всего, это связано с погодой. Обрабатывали, руки детям обрабатывали. Мы зашли, да, обработали руки всем деткам. Сейчас уже открылось, но еще люди не сильно приходят, что многие боятся еще. Где вы успели покататься? Все открыто или не совсем? Ну, почти что все. Ну, сейчас пока с утра не очень так. Комната страха открыта. Можно кататься, горки там открыты. К работе возвращаются парки аттракционов по всему городу. Но как будут соблюдаться правила карантина с большим наплывом одесситов не ясно. А вот техническое обслуживание, говорят сотрудники Лунопарка, все аттракционы прошли. Вирус сдает позиции. Всего 8 новых случаев инфицирования COVID-19 в Одесской области за прошедшие сутки. Заболевания лабораторно подтвердили у трех одесситов и пятерых жителей области. У Одесской инфекционки сейчас находятся 40 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии. 33 больных переносят инфекцию в легкой форме. Подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких никто не нуждается. В то же время 32 одессита уже выздоровели. Общее количество инфицированных в регионе достигло 792 человек. Дюковский сад может наконец расцвести. Благоустройство многострадального парка в районе улицы Балковской потихоньку продвигается. Арендаторы решили заняться прудами. Их планируют полностью очистить от камышей и мусора на дне. Правда, местные говорят, что работы ведутся очень медленно и кое-как. О ситуации в Дюковском глазами горожан в сюжете Нарина Щегловой. Около недели назад город Зелендрест обязал арендатора Дюковского парка привести в порядок территорию сада. Почистить пруды, установить крышки на люки, обрезать аварийные деревья и скосить траву. Частники, похоже, решили частично выполнить указания. Они взялись за запущенные парковые озера. Сейчас в прудах до минимума спущена вода. Местные говорят, что иногда рабочие собирают водоросли и мусор. Несмотря на это, озера чище не стали. От прудов по-прежнему исходит неприятный запах. Живущих там рыб обещают сохранить. Именно поэтому воду с прудов откачали не полностью. Одесситы, которые живут недалеко от Дюковского, говорят, что рабочие занимаются уборкой лишь бы как. Ситуация от этого не меняется. Рет 15 тому назад кто-то умудрился просто высадить камыш здесь. И вот теперь от этого камыша просто реально не избавиться. Его пытаются чистить. То он становится чище и потом снова зарастает. Пруд действительно грязный, воняет и неприятно. Пока что я ничего не вижу. Мы были несколько дней тому назад. Все там было заросшее, запах везде такой плохой. У местных нет выбора. Им приходится наслаждаться запущенным Дюковским парком. Ведь нужно же где-то прогуливаться родителям с детьми и владельцем собак. 21 век, вот посмотрите. Ну это же ненормально в таком городе проехать в парк Шевченко и посмотреть потом на Дюковский парк. Ну сами все видите. Когда здесь дождь, вся канализация со слободки, вот здесь вот река. И мы ее с детьми перепрыгиваем. Бомжи, которым разрешают здесь жить, они же их и заставляют это собирать. Это все коммунальщики, которые пытаются здесь что-то сделать. С 2007 года Дюковский парк арендует центр «Катюша». Однако фирма ни разу не попыталась привести его в порядок. В 2014 году «Катюша» анонсировала строительство на его территории гостиницы и торгового центра. В ответ получила лишь протесты жителей района. В марте прошлого года в парке обосновалась масштабная наливайка, но чуть позже ее снесли. Мэрия пыталась через суд расторгнуть договор с фирмой и вернуть парк в собственность громады. Однако тяжбу проиграла. Бывший сад Дюка-Даришелье остается черным пятном на карте Одессы. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Так, свице-мэр Петр Рябаконь подал в суд нам мэра Одессы Геннадия Труханова. Он собрался обжаловать решение о своем увольнении. На сессии горсовета без каких-либо объяснений городской голова с голоса внес проект об отстранении двух своих заместителей Андрея Котлера и Петра Рябаконя. Когда депутаты начали интересоваться причинами такого решения, мэр вопрос проигнорировал. В документах указано, что у Котляра закончился контракт, а вот Рябаконь лишен должности на основании распоряжения, якобы по обоюдному согласию. На Одесском побережье снесли несколько торговых объектов. Мэрия отмечает, что самострои были возведены без необходимых разрешительных документов. В частности, речь идет о маффе на пляже Дельфин, а также о кафе и других небольших инфраструктурных объектах на пляже Чайка на 10-й станции Большого фонтана. Напомню, на позапрошлой неделе здесь вспыхнул конфликт между группой поддержки коммунальщиков, которые прибыли на место с инспекцией, и депутатом горсовета Денисом Григорьевым, владельцем объекта. Тогда народному избраннику, а по совместительству чемпиону мира по тайскому боксу удалось силы отстоять здание. Однако после решения с полкома коммунальщики уже не встретили сопротивления и беспрепятственно исполнили вердикт мэрии. В СМИ пишут о политическом подтексте данного сноса. Якобы это произошло из-за того, что депутат от БПП «Солидарность» перешел в оппозицию к действующей городской власти. Мы попытались связаться с Денисом Григорьевым, однако он на телефонные звонки не отвечает. Телеканал «Репортер» открыт для комментариев. Еще один пляж, который подлежит зачистке – курортные на 14-й станции Фонтана. Здесь в ближайшее время должны будут демонтировать кафе, деревянный настил и две будки. Разделением болградского района на 5-й ОТГ недовольны не только жители Бессарабии. 20 мая в среду парламент Болгарии резко осудил планы правительства Украины и одесского губернатора разделить район на несколько громад. Пресс-служба парламента Болгарии сообщает, что за это заявление проголосовали 109 болгарских депутатов. Против никто не голосовал, 19 воздержались. В заявлении, в частности, говорится, что болгарский парламент категорически не согласен с планируемыми административными изменениями и призывает Украину принять меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе. Напомню, вчера перед зданием ОГА жители нескольких сел Болградского района протестовали против нового перспективного плана деления области на громады. Одесса становится столицей киберспорта. За два месяца карантина в нашем городе проходит более полусотни онлайн-турниров по семи дисциплинам. Какие перспективы развития этого спорта в нашем городе, как тренируются юные киберспортсмены и как относятся к этому их родители в сюжете Дмитрия Богомолова? Командные виды спорта, тактическая выучка, интеллект и тренировочный процесс. Да, друзья, это все о киберспорте. За время пандемии Одесса по-настоящему стала столицей этого виртуального направления. В нашей стране у нас прошли десятки онлайн-турниров, в которых принимали участие тысячи спортсменов. И хоть все происходило дистанционно от этого, накал страстей только повышался. Круто, понимаешь? Ой, что ты делаешь? 250-й, вот демки мубики залетают. Это яркий вакшот от ученика 50-й школы в Контерстрайке. В последнее время, когда все стали ощущать недостаток спортивных трансляций, за киберспортом следят даже и родители участников. А в учебных заведениях специально создают команды из сильнейших школьников. Очень интересно, особенно онлайн. Он меня просто присадил как на футбол. Во время кредитов не было трансляций. Зачем еще следить? Ну да, когда говорят, и как продвижение его, и я смотрю, как игры, и как там это все стрелки, я начал вытекать. Тут видно, что он просто растет по игре. И раньше он занимался шахматами. Я думаю, что это, как он говорит, помогло и здесь это тоже. И здесь еще похлеще, чем шахматы. Сыну Олега, Вадиму, 16 лет. Он уже 4 года выступает в КСГО и дошел до профи уровня. Играет за сборную Одессы. Битва идет 5 на 5. Задача тактически – обстрелять соперников. Для этого нужно тренироваться и сыгрываться. Сколько часов в день ты делаешь? Часов в день где-то больше 6, это точно. Бывает даже по 10, по 12. Раньше ругали, выключали свет, а сейчас я стал больше играть. Они понимают, как это все происходит. Им это начало нравиться, когда я начал выигрывать турниры. Поэтому они меня стали поддерживать. Я очень благодарен им за это. Недавно в матчевой встрече между городами с Харьковом Одесситы разгромно победили на двух картах. На Мираше были сильнее 16-1 и на Дасте 16-5. Вадим уже понимает – киберспорт – серьезное занятие, в котором раскрученные команды и игроки могут зарабатывать огромные деньги. На самом деле сейчас даже есть команда, или была «Гуча Скват», в которой очень много игроков сейчас играют в профессиональных командах. Некоторые играют там за команду Украины и там даже попали в «Нави», я знаю, молодой состав. Я думаю, что это сейчас очень перспективно. В плане городских турниров я тоже думаю, что нам это очень поможет, потому что мы играем в других городах, мы поднимаем свой уровень игры, мы понимаем, как играют в других городах, не только в Одессе. Я думаю, что они собирают лучших игроков из своего города, чтобы не сражались на турнирах вместе. В киберспорте очень важны условия и техника. Перспектива для развития этого направления в Одессе есть. Факультет кибербезопасности и информационных технологий Юракадемии, где созданы уникальные условия, в ближайшее время будет принимать масштабные всеукраинские международные турниры. Современные IT-центры – первый в Украине центр кибербезопасности и информационных технологий. Оборудованы более чем полутысячи компьютеров последнего поколения. С момента своего создания факультета кибербезопасности и информационных технологий эта инициатива покладается безусловно на президента Национального института Одесскої юридичної академии Сергея Васильевича Кивалова. Действительно, для Одессы это такой большой подарок, потому что такой материальной базой, как факультет кибербезопасности и информационных технологий, не может сейчас показать будь-який другой университет страны. Сейчас на факультете выведено пять поверхов, которые полностью, извините за такой русизм, но напечатаны компьютерами. Всего это близко 500 компьютеров. Сейчас создана лаборатория робототехники и информационных технологий, где используется властный 3D-принтер для 3D-моделирования, выготовления разного рода моделей. Одесская юридическая академия стала первым университетом в Украине, который провел масштабный чемпионат по киберспорту среди вузов и сформировала команду сильных игроков, которые уже заявили о себе на всеукраинских чемпионатах. Эта команда была выбрана из представителей нашего факультета и также из представителей других факультетов университета, как лучших игроков университета в целом. Мы это сделали благодаря тому, что провели восемь прошлого года чемпионат по ДОДИ-2 среди факультетов университета. Сейчас эта команда принимает участие в турнирах уже всеукраинского масштаба. В Одессе киберспорт активно развивается. У нас в городе живет как минимум один из первых лучших в мире старкрафтеров Алексей Вайтра Крупник. Последнее время в период пандемии в Одессе организовали огромное количество онлайн событий. В марте мы провели около 29 или 30 таких мероприятий. Каждый день у нас проходили турниры. Турниры были по Counter-Strike, по FIFA. Спасибо Диму, у нас коммендинг в FIFA. Спасибо ему большое. По Tekken, по Fortnite и еще по какой-то дисциплине. Я уже забыл. По танкам. А, по танкам, спасибо. Большой турнир по танкам. Спасибо, Дим. Вот было у нас 5 дисциплин, и проходили они практически каждый день. Теперь в мае у нас немножко меньше. У нас мы исключили из этого списка танки и Tekken, но добавили туда доту. В апреле в турнире CS GO Одесса School Cup приняла участие около 70 школ города и области. В мае уже заявилось еще больше. Чемпионами в апреле стала 14-я школа. Серебро взяла 62-я, а бронзу 68-я. Главное, ребята продолжают тренироваться и работать над ошибками. Это все, может, сходу делать. CS это командная игра, но при этом от каждого игрока зависит мораль всей команды. Может там быть один капитан, ну, капитан может держать всю мораль на себе, но это очень сложно для него. В основном мораль держится на всей команде. Если мораль не будет, то не будет почти ничего. Ну, никакого темпы между игроками. Тренируемся. Ну, в основном индивидуально, но бывают командные игроки, которые мы обсуждаем позиции. Мы где-то, кто играет, повторяем их и можем провести маленькую картину, как мы играем на этой самой позиции. То есть два человека, например, играют на одной позиции, и остальные трое берут и пытаются пройти за другую команду на эту позицию, пока эти два человека ее сдерживают. То есть мы можем просто либо сыграть на время, чтобы понять, как долго мы сможем продержаться, чтобы пришла подмога, либо просто проверить, сможем ли мы всех перестрелять на месте. Сегодня в Одессе есть сильные команды, которые выступают на международной арене, есть грамотные тренеры, готовые работать с детьми, есть свои комментаторы и огромное количество турниров, где попытать свои силы может каждый желающий. Но при этом важно не забывать параллельно заниматься и физическими нагрузками, бегать и делать зарядку, тогда и настрой будет боевой. Дмитрий Богомолов, Константин Нечеред, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь репортером. До скорого.